Пятая причина, почему мы несчастливы прямо сейчас. Знаете, мы можем быть несчастны прямо сейчас, потому что у нас нет честных отношений с Богом. Мы нечестны с Богом. Мы прячемся от Бога. Вы знаете, я обнаружил в своей жизни, в жизни других людей, мы часто говорим Богу не то, что мы чувствуем, не то, что мы хотим. Мы часто говорим Ему то, что нам кажется, Ему понравится, или как, чтобы хорошо выглядеть. И здесь вот важно понимать, что когда мы обманываем Бога, мы обманываем себя, потому что Бог живёт внутри нас. У нас есть Высшее Я. Высшее Я состоит из души, духа и сверхсознания. Сферхсознание – это аспект Бога, постоянно пребывающий внутри нас. Другими словами, частица Бога постоянно, круглосуточно, 24 часа, 7 дней в неделю находится в нас. И когда мы обманываем себя, мы обманываем Бога в себе. Подумайте над этим. Подумайте над этим, дорогие. Подумайте над этим, дорогие. Часто у нас очень формальное отношение с Богом, мы часто лицемерим с Ним. И знаете, я вот думаю это потому, что мы, знаете, многие из нас, мы верим в Бога, мы верим в источник, мы верим в высшие силы, но мы до конца не осознаем, что Он действительно реален. Мы до конца не осознаем, что Он жив и Он может помогать нам. Мы до конца не осознаем, что Он может быть нашим лучшим другом, что Он может быть нашим отцом, что Он может реагировать на наши мысли, реагировать на наши просьбы. Мы до конца не осознаём, что Бог — это абсолютная реальность. Я рассказывал, ещё раз повторю, я однажды был в блоговом медитации и спросил, «Творец, что тебя огорчает в нас больше всего?» И он говорит, «Больше всего меня огорчает в вас, в моих детях, в вас, в людях. Это то, что вы не позволяете мне быть вашим другом. Вы не позволяете мне быть вашим другом, вашим отцом. Я каждый день желаю утешать вас. Я каждый день желаю помогать вас. Я каждый день желаю исцелять вас, очищать вас, освобождать, поддерживать ваши руки. Дорогие, но мы прячемся от него. Мы часто прячемся от Бога. Мы думаем, ему нет дела до нас. Иногда мы живём в гармонии с ним какое-то время. А иногда, знаете, такой феномен происходит? Вот в чём суть, вот в чём беда. Смотрите, иногда мы как будто бы выходим из себя и делаем что-то, будто его нет. Как будто бы мы отключаем Бога от себя и делаем что-то неосознанное и думаем, что он не видит. И потом опять возвращаемся в себя. И в момент, когда мы выходим из себя и как будто бы отключаемся от Бога, мы делаем что-то автоматически, мы делаем что-то неосознанное. Мы как бы отключаемся от Него. Позвольте мне объяснить это на примере. Я помню, как я впервые перестал прятаться от Бога. Это было пару лет назад всего. Ну, два-три года назад. Я помню, я собирался сделать большую медитацию. И на определённое время я пригласил людей. И знаете, тогда у меня такая, знаете, пафосная медитация должна была состояться. Медитация за мир во всём мире, за эволюцию всех людей, за распространение света на Земле, за переход в новые энергии, в новые вибрации, нового времени. Я собирался делать медитацию. И вдруг я услышал голос внутри себя. «Михаил, а ты действительно чувствуешь, что ты хочешь делать эту медитацию? Ты действительно чувствуешь, что ты хочешь эту делать молитву? Или ты хочешь, чтобы понравиться людям, показаться духовным? Что ты действительно чувствуешь сейчас? Скажи мне, Михаил». Вы знаете, я был удивлён. Это был чёткий, реальный голос внутри. Он был громче, чем мои мысли, но тише, чем физический голос. Но он был чёткий и громкий. «Меня застали врасплох». И знаете, я вот интуитивно, я почувствовал, что лгать сейчас нельзя. Это голос Бога. Я сказал ему правду. Он говорит, что ты чувствуешь сейчас на самом деле, по-настоящему? Я говорю, у меня огромное раздражение внутри себя, на самого себя. Меня очень сильно раздражают люди. Я сейчас очень злой. Я хочу наесться чего-то сладкого. Я хочу напиться вина. А может быть, даже выругаться мать. Кто-то скажет, «Ого, Агеев!» Разве духовные наставники могут такое рассказывать? Меня поэтому люди слушают и любят, потому что я не создаю иллюзию, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я слишком долго живу на свете, и слишком многих людей консультировал. Мы все одинаковы. Даже если кто-то из вас не признается, я знаю, что подобные минуты бывают и у вас. Вы понимаете? Во внешнем мире у меня был транспарант. Я хочу улучшать весь мир. Высокие фразы. А внутри боль, пустота и апатия. И тогда Бог сказал мне, «А зачем тогда нужны вот эти медитации? Зачем? У тебя внутри одно, а ты говоришь другое. Зачем это лицемелье? Почему ты не искренен со мной? Почему ты ищешь друзей? Почему ты не позволишь мне быть твоим другом?» Понимаете, я хотел молиться за весь мир. Я хотел молиться об эволюции всех существ. Но у меня не было осознанных, искренних, личных отношений с Богом в этот момент. И он начал со мной говорить. «Давай об этом поговорим, Михаил. Хватит прятаться. Я твой друг». Он начал мне показывать. «Ты хочешь пить вино? Ты хочешь есть быстрые углеводы? Ты злой? Ты хочешь есть сладости килограммами, потому что тебе плохо внутри. И ты хочешь внешней радостью, вот этими суррогатами, получить радость, которую ты потерял. Ты раздраженный, ты злой не на людей. Это твоя проекция. Ты злой, раздраженный на себя. Потому что ты сам себя раздражаешь сейчас. Потому что ты корень в том, что ты забросил свои мечты, ты забросил свои цели, ты перестал делать то, к чему ты призван, ты перестал исцелять людей, очищать людей от тёмных сущностей. Ты занялся другим. Ты занялся тем, чтобы показаться хорошим и популярным, известным. Но ты перестал делать свою миссию, свою функцию. И тебе, ты не можешь получить радость, потому что радость можно получить в наслаждение, только исполняя своё призвание. И он сказал, что ты настолько пустой внутри и настолько пустой, что тебе нужны сладости и алкоголь, чтобы получить суррогатную радость, радость снаружи, с побочными эффектами, чтобы забыться на время, чтобы этот алкоголь и сладости притупили твою тоску и боль. Вот почему ты злой. Вот почему ты раздражённый. Вот почему у тебя маты в голове. Вот почему тебе хочется напиться вина и забыться. Вы знаете, есть огромная радость, когда заканчивается день, и у тебя мысль наесться чего-то вредного и выпить алкоголя. Или, например, из-за того, что ты пустой внутри. И есть огромная разница, когда ты наполнен радостью изнутри, и ты ждёшь и не дождёшься следующего дня. Потому что ты желаешь переживать самые лучшие опыты, ты желаешь жить в наслаждении, в радости, в удовольствии. Я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Потому что каждый из нас проходит эти дни, эти переживания, эти моменты. Вы знаете, я стал плакать в тот момент. Вот эта осознанность, вот эта искренность, вот эта честность с Богом, она позволила исправить мне мою жизнь. И сегодня Бог обращается к тебе, и Он говорит, «Позволь мне быть твоим другом. Почему ты бежишь к друзьям? Почему ты бежишь к подругам? Разве тебя жизнь не научила?» Вы знаете, многие даже подруги, они не могут тебе помочь. Если ты обратишься к ним, скажешь, что по поводу этого мужчины, если мужчина хороший, то некоторые подруги скажут, «Да он плохой!» Потому что они тебе завидуют. А если он плохой, они скажут, «Терпи, он хороший!» И они будут радоваться, что ты будешь терпеть, потому что не только они мучаются. Люди, они ненадёжные, понимаете, утешители и друзья. Но Творец, он полон любви. Он тот, кто никогда тебя не обманет. Он тот, который никогда тебя не бросит. Он тот, который желает вытирать твои слёзы. Он тот, который желает поддерживать твои руки. Он тот, который желает вдохновить тебя. Он тот, он сотворил тебя. Он твой создатель. Он твой дизайнер. И нам надо идти. Он наш конструктор. Он лучше знает про наши сбои. Он лучше знает про наши поломки. Тебе друзья мало помогут и подруги. Но великий Творец, великий мастер, великий конструктор наших душ, он может это сделать. ПО ТВ 75, ПО ТВ 75, ПО ТВ 70,